Золушка вздохнет Антонов. Нужно делать то, что нужно. И следующий Анн он построит не на 7, а на 100 пассажиров. Анн-10. Первый турбовинтовой пассажирский для линий средней протяженности. А его создатель в новом поиске. Следующий Анн-12 уже на 12 тонн груза. Но Антонов за счет резервов конструкции доведет грузоподъемность до 20 тонн. Эту особенность стиля КБ он сформулирует так. Совершенствование в процессе эксплуатации. Анн-12 будет летать на дрейфующей станции Северный полюс в Антарктику. В результате и этот Анн лауреат. Ленинская премия. И еще одна радость. Долгожданный испытательный перелет СКВ. Почти через всю страну. Значит, в сказке о Золушке заводских задворков счастливый конец? Нет, не значит. Аэрофлот потребовал уже не 7, а 11 мест. И самолет короткого взлета вновь на чертежной доске. А вместо него появится другой пассажирский. Анн-24. Киев, 62-й год. Первый регулярный рейс для конструктора всегда праздник. Тот же аэропорт. И тоже праздник. Но между съемками 20 лет его жизни. И только те, кто работает рядом, знают, что за каждым таким праздником побед намного меньше, чем поражений. А потери неожиданно оборачиваются достижениями. Но так уж устроен этот человек. Достигнул чего-то. Он не успокаивается сам и не дает другим. За два десятилетия эксплуатации Анн-24 для своего класса самолетов выдержал самую большую в мире серию. 40 модификаций Анн-24 сошли с Кульманов в его КБ. И освоили те трассы, где другие самолеты просто не летают. Полюс холода Аймекон. Минус 71,2 по Цельсию в тех краях родины, куда покаместь, как в песне, только самолетом и можно долететь. Как и сюда. В пустыне. Плюс 48. Но Анн выдерживает. Потому-то и следят теперь в мире за новинками этого КБ. И Анны работают в небе 40 уже стран мира. Всесоюзное внешнеторговое объединение Авиаэкспорт предлагает новинку КБ. Грузовой Анн-32. Его специальность высокогорные аэродромы и тропический климат. Сейчас вместе с индейскими гостями вы увидите один из самых сложных испытательных тестов. «Отказ двигателя в воздухе». Внимание! Пилот отключает двигатель. А сесть на одном двигателе под силу далеко не к каждому самолету. Анны как бы несут в себе уверенность их создателя. Поразительно точную характеристику Антонову дал один из летчиков. Прост, ясен, корректен, деловит. С ним очень легко общаться. Не чувствуешь его величия. А вот личность, умную, прогрессивную, искреннюю, ощущаешь всем сердцем. Он действительно генеральный конструктор по призванию, а не только по должности. Вероятно, это нелегко быть генеральным. Любой промах, неудачное слово, даже небрежность в одежде, все будет замечено. Ведь именно фюзеляже принадлежит не только ему. Это КБ. Сотни и сотни людей. Но, кажется, генеральный конструктор Антонов сказал как-то, коллектив это я. Это возненитая фраза, которую не я выдал. Ну, может быть, я не помню, что мне я действительно это сказал, если вы где-то что-то слышали в таком роде, я могу сказать, что коллектив, конечно, формируется по образу и подобию руководителя фирмы, как у нас теперь говорят. Главный конструктор, генеральный конструктор, он служит как бы центром кристаллизации. Вокруг него собираются люди, единомышленники, которые нравятся та работа, которую он делает, которые хотят разделить с ним этот труд, который мыслит примерно так же, как и он, а может быть, несколько иначе. Было бы очень хорошо и очень плохо, если бы все конструкторы мыслили одинаково. Потому что в спорах рождается истина. И в нашем коллективе это закон. Ну, а власть генерального применять приходилось? Один раз, когда надо было организовать отдел перспективного проектирования, а так коллектив вырос, необходимость такого отдела стала для меня ясной, что кто-то должен заниматься рождением самолета. И двое очень уважаемых товарищей, которые у меня давно работают, пришли ко мне и сказали, Олег Константинович, не надо это организовывать. Мы хотим все вместе строить, а вы выделяете самую интересную работу отдельно. Ей будет заниматься какой-то ограниченный коллектив. А мы вроде как будто отстраняемся от этого дела, от зарождения, идеи зарождения машины. Я ее долго убеждал, я ей говорил, что, конечно, нет. Потому что все равно мы работать будем сообща, вместе. Если это касается, скажем, гидравлики, он обратится к гидравликам. Если прочности, он к большинистам пойдет, а динамик, он пойдет к а динамикам. То есть он будет слушать всех и вырабатывать такое общее решение. Они мне долго со мной спорили, в конце концов не согласились. С досады схватил чернильницы и запустил. Но только не у них, конечно, а мимо. Я-то не систый, без промаха работаю. Ну вот это, пожалуй, единственный случай, когда я немножко вспылил. А вообще, моя работа требует, конечно, громадной сдержанности. Как же подчиненные восприняли небывалый случай употребления власти? Они с мусором удалились и отдел был организован. Один из сотрудников КБ про чнист сказал, это только с виду Антонов мягкий. Внутри у него железо. Теннис это что? Тоже закалка для борьбы за самолет? Выдержать ту нагрузку, которую я несу, без спорта невозможно. Он дает, он дает тонус, бодрость, способность переносить высокие нагрузки и, конечно, стрессы. В теннис играет не только руками, но играет и головой. Это, конечно, его огромное достоинство. Ну и потом, во время игры бывают и на такие неожиданные ситуации, непредвиденные, которые требуют некоторой быстроты соображения. Но я скажу, что и в жизни такие ситуации бывают, когда нужно быстрое соображение и как-то реагировать на очень сложные обстоятельства. По-моему, это тоже достоинство тенниса. Но о стрессах в жизни Антонова мог бы рассказать, пожалуй, каждый его самолет. А особенно этот. Самолет короткого взвета. Малышка выдержала огромный перелет. Владивосток, Москва, Владивосток. Но с очередными требованиями возвращена на заводские задворки. Видно, характер Антонова незримо переходит в его машины. Раз десятилетиями она не сдается, упрямо пробивается в небо. Да, каждый новый самолет конструктор долго испытывает на прочность. Но и каждый самолет он тоже испытывает своего конструктора. Тридцать лет назад, делая на ватмане первый штрих, Антонов увидел вдруг, как красив будет этот полет. Да, это он над Кавказским хребтом, наш СКВ, только изрядно повзрослевший. Теперь Ан-28. Кавказским.